В своем инстаграме я вас попросила задавать мне вопросы, если вдруг вам что-то обо мне интересно. Понимаете, русский язык это сложная штука. О, прикольные мемы, интересные видео. А ты-то Мария, ты-то кто такая? Влогер я так себе, я очень редко что-то рассказываю о своей жизни. И если я это делаю, то делаю нерегулярно. Сегодня да, завтра нет, послезавтра совсем нет. Сразу влюбилась, просто с первого взгляда. Меня зовут Мария, и я преподаватель русского языка как иностранного. Как же так получилось? Естественно. Сначала я закончила бакалавриат, то есть я училась 4 года по направлению филология. После бакалавриата я сразу поступила на магистрскую программу и стала магистром лингвистики по направлению русский язык как иностранный. То есть сейчас я работаю по своей специальности. И моя основная работа – это преподавать студентам в университете. Я преподаю ребятам, которые приезжают сюда, в Москву, и собираются учиться здесь, в русском университете, на русскоязычной программе. Для этого им нужно выучить русский язык. И тут здравствуйте, пожалуйста, Мария, к вашим услугам. Почему я преподаю именно русский язык? Во-первых, потому что так получилось в моей жизни. А во-вторых, потому что я себя чувствую обеими ногами на земле. То есть я себя чувствую уверенно, когда я преподаю русский язык. Вы понимаете, русский язык – это сложная штука. И я, как носитель языка, все равно каждый раз, с каждым уроком открываю для себя что-то новое. Новые слова, новые тонкости в грамматике, новые тонкости в произношении. Я учусь, всегда учусь. Кому-то может показаться, что если носитель языка преподает свой язык, то это очень легко, что там вообще делать. Просто пришел, сказал здравствуйте и начал болтать на своем языке. Но это совсем не так, потому что носитель языка должен открывать для себя заново свой собственный язык, смотреть на него под другим углом. Там можно открыть для себя очень много нового. Плюс мне нравится преподавать. Как только попробовала преподавать в группе, я поняла, что это мое. Я ушла с первого занятия с таким энтузиазмом и эмоциональным запасом. Сразу влюбилась просто с первого взгляда в эту профессию. Но несмотря на то, что я открываю для себя каждый раз что-то новое, учусь, и такое ощущение, что я никогда не дойду до этого совершенства, все равно есть какая-то уверенность. Все равно я знаю, что я носитель. И у меня есть чувство языка. Я этот язык постоянно практикую. Я думаю на нем. То есть я владею материалом. Пусть не на 200%, но на 95-6%. Да. А YouTube-канал мой пока касается только фонетики. Почему именно фонетик? Ну, потому что где-то года два назад меня очень заинтересовала эта тема. Меня пригласили в качестве преподавателя в летнюю школу. Там было три группы американских студентов. И я должна была вести именно курс фонетики. Это было для всех экспериментов. И для меня в том числе. Потому что отдельно курс фонетики вообще-то никто не ведет. Мне было интересно. Это была для меня новая сфера. И стало еще интереснее. Наш курс понравился и студентам, и мне. Это было не только весело, но это было еще и продуктивно. И ребята ушли с этого курса с очень хорошими отзывами. Сказали, что никогда такого нигде не встречали. Никогда не занимались фонетикой. Это было для них суперполезно. И тогда я начала думать, да, было бы классно сделать отдельный курс по фонетике. И вот начала я с канала на ютубе. Если говорить о том, что я делаю в свободное от работы время. Раньше у меня было достаточно много хобби. Когда я училась в школе, я и ходила на танцы, и занималась рисованием, и даже играла на гитаре. Но потом постепенно учеба в университете и работа стали занимать большую часть моей жизни. И не мои хобби немножечко изменились. Гитара ушла вообще в прошлое. Я даже не помню, когда в последний раз играла. А рисование и танцы иногда приходят, иногда уходят. То есть я могу начать заниматься, потом опять поставить это все на паузу, потом снова начать. И вот так, я думаю, будет продолжаться всю жизнь, потому что это мне до сих пор интересно. Но у меня появляются новые занятия, новые интересы, и для них тоже нужно время. И вот одно из новых хобби – это изучение иностранных языков. Раньше я тоже изучала иностранные языки, конечно же, в школе, в университете. Но это никогда не было хобби. Это было в школе, в университете. А сейчас я это делаю в свое удовольствие. В школе я изучала английский язык, и все мое узнание языка английского пришло именно оттуда, из школы. В университете я изучала французский язык. И сейчас я, во-первых, стараюсь вспомнить французский, хотя бы его не потерять окончательно. Поэтому я слушаю всякие подкасты, смотрю видео, фильмы на французском языке. И начинаю учить венгерский язык. А еще в моих планах возродить из пепла немецкий язык, который я начинала учить и в школе, а потом начинала учить в университете. Но каждый раз у меня не получалось доучить до даже уровня А1. Я надеюсь, что однажды получится. Недавно в Инстаграме я попросила вас задать мне вопросы, если вам что-нибудь интересное обо мне. И вот один из вас спросил меня, изучаю ли я какие-то славянские языки. Ну, как видите, нет. Но я не говорю никогда, поэтому, возможно, однажды я начну. Еще был такой вопрос, что самое трудное в изучении русского языка, по-моему. Я бы сказала, что самое трудное то, что машины ездят прямо за окном, и я сама себя не слышу. Вот что самое трудное. Самое трудное это то, что вам приходится думать каждую секунду, когда вы говорите на русском. Потому что у нас меняется практически каждое слово, и надо еще согласовать все члены предложения. И чтобы преодолеть эту трудность, решение я вижу только одно. Это практика. Понять грамматику вам поможет преподаватель. Выучить вокабуляр, выучить лексику вы можете самостоятельно. А вот отпрактиковать, отработать речь и приучить свой мозг, натренировать свой мозг на такую работу, для этого нужно очень-очень много практики. Очень много практики. Для носителей каких-то языков самое трудное фонетика. Самое трудное это произношение. Но фонетика это что-то очень реальное. Это то, чему точно можно научиться. И даже если это у вас не получается в самом начале, просто надо приложить усилия, посмотреть мои видео. Еще был вопрос, из Москвы ли я? Так вот, я не из Москвы. Я из Александрова. Александров это город, который находится не очень далеко от Москвы. Я приехала сюда после школы, поступила в университет и осталась здесь. Я осталась здесь, потому что здесь именно университет, в котором я работаю. И несмотря на то, что в этом году все работали онлайн, возможно, в следующем году мы выйдем оффлайн и будем работать уже как обычно. Я надеюсь, что вам было интересно познакомиться со мной. Я буду очень рада, если в комментариях вы расскажете о себе. Откуда вы, почему вы изучаете русский язык, какие языки еще вы знаете, чем вы занимаетесь. И если вы меня о чем-то хотите спросить, тоже пишите в комментариях. Я пойду, а то я уже прогнадалась. Вам желаю хорошего дня, удачи в изучении русского языка. Пока-пока!